Наша общенациональная проблема, это, конечно, проблема, что есть государство в России, что есть государственные цели в России и какова есть, так сказать, судьба, что это за судьба в России. Я считаю, что это культура, что если целью развития этого государства будет развитие культуры и все инструменты государственные будут настроены в эту сторону, промышленность, идеология, работа бюрократии, армия, там все институты, если они будут работать для этого, тогда решительно измениться наша жизнь. До тех пор, пока главной задачей существования жизни, конструктивной, конструктивистской задачи в России не будет культура, которая должна пронизывать все абсолютно, как кровь проникать во все, трагедии и всякого рода стрессы будут продолжаться. И до тех пор, пока мы будем ставить целью, то там промышленное какое-то развитие, то там нефть, то там газ, там что-то такое, да, все абсурдные вещи не для государства это и не для народа это. Вот у меня такое ощущение. Поэтому я, конечно, очень с большой тревогой смотрю на будущее Родины нашей, потому что мне кажется, что эта задача не решена и не решается. И в связи с этим, конечно, в том числе, в связи с этим нас ждут, конечно, большие войны и на юге страны, и далее нас ждет очень большой, тяжелейший, на мой взгляд, война с Украиной и тяжелейший конфликт, возможно, с Казахстаном. Я не говорю сейчас об экспансии Китая, это проблема квази-тяжелая. Я не вижу ни в каких современных политических, экономических поступках государства ничего, чтобы говорил о том, что кто-то задумывается о будущих, назревающих, тяжелейших конфликтах. Я не вижу, чтобы решалась кавказская проблема, а она с каждым годом будет более, более, более острым. На Кавказе зреет внутренний гуманитарный кризис в отношениях с русскими и с Россией. Постоянно появляются новые документы, новое, так сказать, новое какое-то сознание у людей. Абсолютно неосмысленно со стороны России позиции поведения России в кавказских войнах. Истребление нашим государям и нашей армией, благословлявшейся православными священниками сотен тысяч людей коренных национальностей. Есть некоторые народы, жертвы которых исчисляются 300-400 тысячи. Это цена экспансии на Кавказе. Забыть, вычеркнуть это невозможно. Невозможно. Хотя бы потому, что существуют подробно описанные торжественные реляции наших военных, наших военачальников, которые с гордостью докладывали императору о своих достижениях военных. И мы оказываемся в итоге со всех сторон в конфликтной зоне. Мы понимаем прекрасно, что отношения с Европой не наладятся, что Североатлантический блок будет подвигаться, реакция на эти действия будет абсолютно адекватна и понятна. И плюс нерешенные вопросы вот с этого подбежущего, что называется, страны, вот там, где юг и далее, 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 они, конечно, представляют огромную угрозу судьбы и нашего государства, и нашей жизни. Это как ком может случиться, обвал этот может произойти в любой момент, через год, через два года, через три года, если не будет колоссального стратегического усилия интеллектуалов и государственных мужей на опережение. Нам отставать нельзя, России отставать нельзя, России нужно только на опережение работать вот с точки зрения так называемой политики. В России нет геополитики. Геополитика в России – это внутренняя политика страны. У нас нет ничего, что не было бы связано с внешним миром. Все связано в первую очередь с судьбой внутренней. Если так посмотреть, да, ничего не бывает такого в России, что не резонировалось бы и с Европой или прочего мира. У нас нет внутренних проблем, таких просто, вот так сказать. У нас все эти проблемы колоссальные такие, я бы назвал их, такие, ну, масштабные проблемы. Никак не осмысляется и никакие решения, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, не принимаются. А это все уже на пороге, это все рядом со всем. Субтитры создавал DimaTorzok